Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами снова находимся на речке Лена в городе Альтена. Я вчера неплохо здесь провел Павел Ристоф перед заходом солнца. Сегодня пришел немножко пораньше. Смотри, наверное, на рыбалку и попытаюсь опять что-нибудь поймать. Если вы хотите быть в курсе всех наших рыболовных путешествий, нажмите в правом нижнем углу квадратик с логотипом нашего сайта и вы автоматически подпишитесь на наш канал. Я сейчас соберусь с Настей и попытаюсь что-нибудь поймать. Я хочу сегодня начать ловить на силикон. Набрал различных приманок Тайртаповских, Нимфа, Киллер Слак, Виброхвост Порт 2, Виброхвост Гусеница, Личинка Репейника, Щупки-то, Джавастик. И тут у меня фишкиллеры есть. Нам посмотреть, что еще у меня в машине такие приманки есть. Хочу взять все с собой, сейчас немножечко их тут погонять. Надеюсь, что рыба отзовется положительно. Ну нет, тогда будем что-то пробовать другое. Сегодня я начну ловить немного выше по течению. Проверю, как здесь обстоят дела с рыбой. Если поклевок не будет, то вернусь на ту яму, где рыбачил вчера. Ну что, с Богом. Первый заброс. Забросили, даем приманке сравняться и слегка подыгрываем кончиком удочки. Кончиком спины, чтобы просто ее несло. Здесь близко не кидай, потому что под ногами совсем мель. Глубина от середины ближе к тому берегу. Поэтому тут я сразу делаю дальний заброс. По-другому бесполезно. Буквально тут 10 сантиметров глубина. И вряд ли стоит крупная рыба. Вот она первая рыбка. Апа, красавица. Идет. Сейчас мы, конечно, быстренько отпустим. Такая ближе к 30 сантиметров. Так что вот она. Нимфочка сработала. Хорошая. А в районе 30-ка. На нимфу было еще несколько поклевок, но реализовать их не удалось. Сейчас попробую поставить джавастик Т. Видите, он хотел, как обычного джавастика. Это хвостик подлиннее шарик на конце. Чтобы придает своеобразную игру приманки. Ну и попробуем что-нибудь на этого вертлявого червячка изловить. Идет добровольный помощник. Добровольно принудительный помощник, скажу так. Дима, привет. Мне тебя не хватало. Но я пока только одну рыбку поймал. Так что ничего страшного. Я же знал, что без меня дела не будет. Да, без тебя не пойдет. Я так и понял. Сейчас Дима приедет, тогда попрет. Да. Ну все. Сейчас попытаемся. Начинаем. Время пошло. Время пошло. Друзья, сейчас я вам покажу, как делается проводка с силиконовыми приманками. Если я далеко забрасывать не буду. Бросаем по трех течениях и ставлю. И легкий поезд. Катрушка практически не вращается. Просто делаем легкие покачивания спиннингом. До тех пор, пока леска не сравняется с дверью. И вот теперь мы начинаем потихонечку вращать лесочку. Чтобы малековые такие рывочки. Вот он просто пробивается. Вот сильное течение против него. И идет к нам навстречу, скажем так. Был сход у меня небольшой форельки уже на джавастика. И еще было пару выходов. Ну мы сделали это всего несколько забросов. Надеюсь, что кто-нибудь удастся поймать. Рыба явно интересуется этой приманкой. Единственное, что надо было мне набрать разных цветов. У меня получается одна приманка одного цвета, другая другого. То есть нет всего ассортимента. По идее, конечно, если вы нашли какую-то форму, которая нравится в данный момент рыбе, то можно просто менять цвет и на одном и там же участке продолжать ловить рыбу. Но ничего страшного. Мы как бы не нацелены поймать как можно больше рыбы. Главная задача ее поймать и показать, что на силикон все-таки рыба клюет. Пока вот на нимфу была поймана одна, и сход был. На Джавасика еще было пару поклевок. Я решил поменять приманку, поставлю киллер флаг. Цвет у него тоже, как бы не совсем, тоже как бы такой фиолетово-коричневый. Но я надеюсь, что именно темный цвет должен сработать. Нет, опять же, повторюсь, нет всех цветов с собой. Но есть такой интересный фиолетово с коричневым. Надеюсь, что рыбе понравится. По крайней мере, попытаемся на этом что-нибудь поймать. Так, вот местные браконьеры. Что-то у вас за какие-то интересные приманки тут стоят такие. Красненькие какие-то. Сейчас мы за вами посмотрим, на что вы ловите. Красный воблерок. Привет. Не утопи. Женя. Что же у вас за такой хитрый красный воблерок? Нифига себе. Ну просто. Ну рыба в шоке, думаю. Такого цвета. У тебя тоже, Андрюха, такой волшебный воблерок? У него. Былесос, давай. Так. Вытаскивай, вытаскивай спокойно. А то еще и за меня зацепишь сейчас. Что, сколько нам надо? Я одну только поймал один сход. Какая? Поймал тоже, да? Ну, поймал одну сходу. Ну, так, батенька, вы уже тут вот это, ооо, показывай блесенку. Это ты сам, я смотрю, раскрашивал. Бомба просто. Да, конечно. Молодец, давай. Поставил я воблерок сейчас. И вот небольшая парылька, буквально на втором забройке. Рис-де-сой поставил. Небольшая парылька. Сейчас мы его быстренько отпустим. Покажи воблерочеке. Вот такой 3D-60, 3D-60, в тонущей было поймана форелька. Сделал несколько забросов, больше поклевок не было. Поменяем сейчас что-нибудь другое. Для разнообразия сейчас поставлю вот такую блесенку сметняки. У этой блесны, видите, вверху стоит вертюжок, прямо на стержне. Это предотвращает закручивание лески. Плюс, само тело, оно не закреплено, оно, видите, подвижное тело. И во время движения в воде оно вот так вот колеблется, и идет как бы противовес вращению репестка, и блестает, они закручивают леску. Одна из любимых моих блесен. На первом же забросе форелька его сплотила. Небольшая, как мы ее отпустим, но сам факт. А выйди поближе к ней. Не дай, чтобы было ее видно. Да? Так что ставь вертушку нужно. Супер блесну поставил, сразу турбина и вращающаяся блесна. Ну-ка иди, удиви-ка рыбу, Андрюха, давай. Я поставил колебалочку, пел офишинг. И сразу же вот взяла уже такая нормальная порывка за тридцаточку. Чуть-чуть-чуть-чуть. Вот она, красавица. Хотя я преувеличил. Нет, тридцаточки в ней нету. Сейчас мы ее быстренько отпустим. Вот она, колебалочка, да. То, что надо. У этой блесны очень оригинальная расцветка. С одной стороны, видите, она что-то наподобие как бы форельки. Тут и красная полоса, и темно-коричневые, зеленые точки такие. А с другой стороны, черное с белым. То есть, контраст такой. Это цвет разработал Александр. Он называется Олег Специал. И очень часто меня выручает, как вот на платных водоемах, так и вот как сейчас вот на стриме, на речке с быстрым течением. Я сейчас поставлю блесенку Нейл Келофишинг. Видит, такая расцветка. Одна сторона черная, с другая коричневая, и вот такое пятнышко зеленое. Сейчас вышло солнце, светит. Вполне возможно, что именно нужны такие тусклые тона, чтобы рыба реагировала. Но вы не забывайте, вот нас только сейчас трое человек здесь ловит. Плюс мы сейчас время уже 4 часа. То есть, с утра уже здесь не один десяток рыболовов прошел. Поэтому нужно подбирать что-то такое оригинальное, что рыба еще сегодня не видела. То есть, рыбу надо удивлять. Моя теория подтвердилась. Оказывается, просто положилось все. Оказывается, здесь с утра до обеда рыбачил Валентин. Очень хорошо отрыбачился. Ну, естественно, что он рыбу всю под наколол. Поэтому сейчас поклевок очень мало. Ну вот, первая такая идет. Ничего, это уже точно за прицапку. Хорошая. Опять же, на колебалочку. Тело стихнет. Есть такое дело. Ну, это на что-то похоже. Наконец-то первая рыба. Конечно, Валентин тут все повылал, вернее, наколол. Красавица. Наколола сейчас. Вот первая рыбка у нас есть. Сейчас я поставлю блесенку Нейл на 2,2 грамма. Одна сторона белая, другая, видите, черная. Здесь такая, как розовая полоса, а здесь такая, видите, как зеленая. Она полегче, эта блесна. Та была 4,1 грамма. Это, конечно, в два раза легче. Единственное, чтобы докинуть, я сейчас пройду немножко дальше и попробую ближе к воде спуститься. И вот, чуть-чуть прошло времени и есть что-то у нас. Поставили в блесну Лены. Речка Лены, блесна Лены. И вот она, парвелька, идет. Дай бог тут до Патака довезти. Судя, конечно, рыбалка намного сложнее, чем вчера была. Ну, ничего, я возьму. Есть. Хороша чертовка. Покажи влесенку есть. Да. Быстренько отпустим. Не, не, она меньше. Я не, просто. 30 сантиметров, так что мы ее будем. Да, да, да. На Диме позвонила жена. Все, твоя рыбалка закончилась. Так что оператора у меня забрали. Ну, я тоже еще полчасика тогда буду. Друзья, рыбалку буду потихонечку заканчивать. Она получилась, ну, скажем, более сложная, чем вчера. Да, ну, это даже интересно. Оказалось, здесь товарищ у меня с утра уже порыбачил. Валентин, который ловить умеет, будь здоров. Плюс еще немцы здесь были, он сказал тоже. Да и мы ловили сейчас втроем. Так что, я говорю, прессин был приличный. И было интересно в таких условиях, как бы, половить рыбу. Непростый. Сначала хорошо сработала нимфа от Тайртапа. Было также на Джавастика. Сход у меня и поклевки. Потом опять перешел на блесна Келлафишинг. Колебалочки. Одну форельку поймал на вертушечку Смитнякис. Одну на Риджи Флэт. Так что, как бы, рыбалка такая была разносторонняя. Ловил на разные приманки. Но в основном, да, это, как бы, отличились. Это силикон от Тайртапа и колебалочки от Келлафишинг. Сегодня немножко пораньше, нужно быть дома. Поэтому рыбалку буду заканчивать. Остался и очень довольный. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»